Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день вечера утра». Реальность сама складывает картину дня. В студии Гульнара Шарипова. Смотрите сегодня в программе. Сдан когда будет? Если на конец сентября, когда мы здесь соберемся вновь очно, мы не увидим, скажем так, нужного процента необходимого для сдачи дома, то есть должно остаться, ну как минимум, полтора месяца должна занимать подготовка территории к сдаче и так далее. То есть если мы этого не увидим уже в конце сентября, будет полное основание говорить о том, что застройщик вновь свои обязательства не использует. Вопросы долевого строительства на конкретном примере. Талантливые и одаренные. Не попасть сюда – это потерять огромный шанс познакомиться с прекрасными людьми, с прекрасным городом, от которого я не ожидала так подобного гостеприимства и вообще такой истории культуры. В Ульяновске проходит Всероссийский форум молодых талантов. Сезон ярмарочной торговли открыт. Мы купили яички, мы купили колбаски, мы купили масло сливочное. В общем, ярмарка очень-очень хорошая. Особенность первых ярмарок – товары для школьников. Начнем выпуск с дорожной хроники. За минувшие выходные в Ульяновской области зарегистрировано около 50 аварий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, один погиб. В воскресенье вечером в Сурском районе, на 30-м километре автотрассы Сурская-Шумерля-Москва, водитель Ауди Ку-7, нарушив правила дорожного движения, выехал навстречу и столкнулся с Сакой. В результате ДТП водитель Аки от полученных травм скачался до приезда скорой медицинской помощи. Подробности еще одного ДТП с участием мотоциклиста. Далее. Ульяновск, 24 августа, 20 часов 15 минут. На улице Врача Михайлова, около дома номер 23, водитель мотоцикла «Ямаха», который оказался незарегистрированным в установленном порядке, не имея права управления этой категорией, столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Форд Фокус». Ехал по Врача Михайлова на улицу. Дефицитерная такая вот здесь стоит. 9 мая, да? Здесь 9 мая, да? Нет, нет, вот эта вот. Вот эта вот 9 мая идет. Да, на улице 9 мая она заметалась. Сначала включил левый поворотник, потом правый. В этом месте я уже приблизился, нажал тормоз, максимально оттормозился и не успел, и въехал ей корму. Я приехала с этого, как она, 40 лет до сентября, вот за остановку и улица. Выехала, выехала, так? Выехала, поехала прямо. Я включила, показатель поворотник, мне надо будет разворота, да, на врача Михайлова ехать. Вижу, он несет, я встала, даю, что. Да, я вижу, я слышу, что он несет. Я встала, даю, что он, не дай бог, мне почину ничего не сделал. Удар мотоцикла, водитель которого утверждал, что скорость была около 65 км в час, пришелся в правую заднюю часть иномарки. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован. Алексей Матюнин, репортер 73. Что нам стоит дом построить? Дом высокой точки города, новый микрорайон, рядом детский сад, школы. В планах ФОК, бассейн и другие объекты современной инфраструктуры. Бонусом панорамный вид. Устоять перед таким предложением нелегко. Однако время идет, а объект на улице панорамной, до сих пор в окружении строительных кранов. Вопросы дольщиков к застройщикам вечно остры. Главный из них, когда объект будет сдан. На одном примере разбираем ситуацию с долевым строительством в 73 регионе. Два крана преткновения. Именно строительная техника до последнего времени, по словам представителя застройщика, мешала закончить благоустройство и иные работы, предшествующие сдаче объекта и раздаче ключей собственникам. Несогласованность действий с подрядчиком, кому принадлежит один из башенных кранов, сдвинула сроки. Второй якобы находится на своем месте. Нужно доделать часть работ, но они на сроки не влияют. Решится вопрос с кранами, решится и ситуация с благоустройством. Благоустройство. Мы работаем с надежной подрядной организацией. Она работает с нами не только на этом объекте, но и на остальных. На сдаточных домах работали. Нареканий по работе данных подрядчиков нет. Работать будут 7 дней в неделю. Выходными будут считаться дни, когда будут идти погодные условия, если не будут позволять дождь и прочее. Мы успеем сделать благоустройство. Такой формат работы, встречи с дольщиками, на которых обсуждается текущее положение дел, выдвигаются и конструктивно разбираются претензии, лучше из возможных в спорных и сложных ситуациях. Срок сдачи этого дома несколько раз сдвигался. Самые решительные дольщики уже подали на компанию застройщика в суд. Но общее дело это не решит. Поэтому даже если компания и будет платить компенсацию, то после полной сдачи объекта. Сейчас представитель застройщика говорит о 90-процентной готовности дома. Доделать осталось всего ничего. Я из ваших слов делаю вывод, что до 31-го числа люди получат ключи, подпишут акты и смогут начинать делать ремонт. Какой ремонт? За ответственность. Полный ремонт? Да, капитальный, потому что будет отопление уже, я правильно понимаю, водоснабжение электричное. Есть следующий момент, вопрос правильный, да, это сдача дома. То есть сдача дома будет происходить параллельно, передача ключей возможно продлится за срок 31 октября, и это будет чуть позже. Я правильно понимаю? Застройщик предполагает параллельно сдавать объект в эксплуатацию и передавать собственникам их квадратные метры. Дольщики договорились по любым спорным моментам встречаться с представителями городской власти и застройщика. Пока что настрой положительный, максимально положительный в подобной ситуации. Мы знаем, что дом построен сейчас на данный момент на 90%, то есть готов объект, и до конца сентября мы, соответственно, еженедельно будем контролировать выполненные работы. Если на конец сентября, когда мы здесь соберемся вновь очно, мы не увидим, скажем так, нужного процента необходимого для сдачи дома, то есть должно остаться, ну как минимум, полтора месяца должна занимать подготовка территории к сдаче и так далее. То есть если мы этого не увидим уже в конце сентября, будет полное основание говорить о том, что застройщик вновь свои обязательства не исполнил. Аналогичных объектов в городе и области десятки, в целом по России тысячи. Ситуации разные, где-то только суд может решить судьбы людей, миллионов рублей и сотен квадратных метров, а где-то получается договориться. Евгений Луковкин, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Талантливые и одаренные победители всероссийских олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний. Молодые изобретатели, студенты и школьники. С 26 по 28 августа в Ульяновске проходит Всероссийский форум молодых талантов. 51 регион участвует в мероприятии в программе «Круглые столы, выездные презентации, мастер-классы». Что сегодня интересует и чем занимаются умницы и умники? Смотрите далее. Форум молодых талантов в Ульяновске проходит впервые. В 2017-м большое мероприятие состоялось в Томске. Сегодня среди участников 51 регион России. Не попасть сюда – это потерять огромный шанс познакомиться с прекрасными людьми, с прекрасным городом, от которого я не ожидала подобного гостеприимства и вообще такой истории культуры. Если раскрывать достижения на уровне школы и города, или даже страны, такой проект, как летняя школа, например, уже осуществляется у нас в городе четвертый год подряд. Завершилась четвертая летняя школа этим летом. Дети безумно довольны. В свои небольшие годы они знают, что ни страна, ни какой-либо отдельный регион развиваться сам по себе не может. Наша участница Валерия Скибина в рамках проектной деятельности в «Сириусе» участвовала по программе «Космос». Они создавали спутник, который на сегодняшний день уже выпущен на орбиту и работает. Вы, наверное, слышали, что в прошлом году в образовательном центре «Сириус» разрабатывали спутники «Сириус-Аты» и «Сириуса-2». Это президентские спутники, которые были запущены 15 августа в «Космос». Мы являемся продолжением этого эксперимента, и наш спутник будет запущен на полярную орбиту. Талантливые и активные своим примером показывают, как важно участвовать в жизни России, создавать нечто новое, развивать техническую сферу, спорт, искусство и науку. Я два года подряд занимала призовое место в олимпиадах юности по технологии, творческие дела. Мне предложили поехать, сказали конференцию. Я не отказалась, потому что мне стало интересно. Все-таки такой опыт. В наше время очень многие дети даже не знают об этих олимпиадах, что они дают в различных конкурсах, потому что это не сильно афишируется. В школах учителя все меньше говорят об этом, и все думают, что просто тебя позвали, ты написал, и никаких результатов после этого. Хочу призвать детей заниматься этим, потому что это здорово, помогает при поступлении. Одно из главных мероприятий – заседание с участием федеральных и региональных экспертов, в их числе представители Министерств образования и просвещения России, Совета Федерации, ведущие профильные агентства. Я представляю регион новый, молодой в России, но у нас в городе существует Малая Академия Наук. Это учреждение дополнительного образования, которое занимается работой с одаренными детьми. И результаты, конечно, у нас есть серьезные. У нас постоянно, каждый год, очень много победителей на международном уровне. Мы выставляем работы на международных салонах изобретений. Мы все прекрасно понимаем, что человеческий капитал – это самая важная составляющая капитала государства в целом. И понятно, что дети и молодежь – это тот самый настоящий золотой запас любого государства. На пленарном заседании эксперты обсудят вопросы раннего выявления талантливых детей, их сопровождения и поддержки. Развитие сети Кванториумов по стране и ресурсных центров для подготовки кадров. Участники расскажут в том числе и о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются регионы, чтобы определить планы работы по этим направлениям на будущее. Анжела Забашта, Леонид Скоморохов, репортер 73. Курбан-Байрам – традиционный праздник, который в нашем многонациональном регионе отмечается особо. Память о традициях и связь поколений. В мусульманской культуре Курбан-Байрам завершает обряд хаджа – паломничество к святыням в Мекке. Для народов, исповедующих ислам, это событие знаковое. Даже те, кто отмечает праздник у себя дома, готовятся к нему трепетно и проводят в кругу близких. В 55-й школе Засвияжского района отметили День татарского языка и культуры. Праздник удался на славу. Жители Ворыпаевки, станции студенческой всего Засвияжского района, разных возрастов, собрались на стадионе 55-й школы. Традиционный народный праздник – отличный повод вспомнить о национальных традициях татарской культуры. Но с таким размахом Курбан-Байрам в районе проходит впервые. Они пришли с удовольствием. Мы сейчас танцевали, я танцевала тоже с дедушкой. Выходили дети, выходили. И мы решили, что такие праздники в городе Ульяновске надо всегда делать, чтобы людям было светло, хорошо. По случаю большого праздника в Ульяновске провели День татарского языка и культуры. А в 55-й школе с 2000 года углубленно изучаются культуры народов по Волжье. Ученики принимают активное участие в национальных татарских и чувашских праздниках. Больше половины выпускников поступают в престижные вузы по всей стране. Уровень преподавания национальных языков позволяет добиться высоких результатов в профильных олимпиадах. Место это знаковое, потому что именно здесь начинались с Абантуев в Засвияжском районе. И потом уже, когда и больше людей стало приходить, праздник перенесли в молодежный парк. Ну а здесь традиции проводить праздники Дни татарского языка и культуры, они сильны. Праздник пройдет, настроение останется. Стадион не просто привели в порядок. Установили новое освещение, новые фонари появились и в сквере перед школой. Обустроили тротуары, установили новые скамейки. А на сцене тем временем продолжался концерт. Народные песни и танцы в национальных костюмах равнодушными не оставили ни детей, ни взрослых. В Ульяновской области проживают представители более 120 народов. И вот сегодняшнее мероприятие, замечательное мероприятие, я думаю, что ляжет в основу и станет частичкой государственной программы по поддержке национальных культур и национальных языков. Вера Мещерякова, репортер 73. Создание семьи – это серьезный и ответственный шаг. Когда лучше его делать, сказать не берутся даже ученые. Утверждение, когда встретишь человека, с которым готов пройти всю жизнь, банально, хотя и верно. В нашей традиционной рубрике «Глаз народа» ульяновцы делятся своим опытом, размышляют на темы семейного благополучия и крепости брачных уз. В каком возрасте нужно заводить семью? Как любовь придет. А примерно во сколько? Ну, сейчас молодежь позже не стремится особо, поэтому где-то в 30, чуть побольше, постарше. А детей когда нужно заводить лучше? Ребенок должен быть желанным, поэтому, чтобы обоюдно приняли решение, и все, тогда он будет любимый. Я понимаю молодых людей, которые хотят вначале карьеру сделать, встать материально, прочно, на ноги, все. Все это мешает созданию семьи. Семья – это дети, а дети, они столько сил, столько времени и столько средств, тем более финансовых, теперь. Поэтому молодые люди, которые не готовы ради семьи очень многим поступиться, они, конечно… Поэтому я не знаю, сейчас это настолько индивидуально. У меня вот внуку 21 год, и когда мне говорят, он еще не женился, мне страшно становится от этой мысли, потому что я считаю, что очень рано. Рано. Сейчас такое время, что нужно немножечко опериться. Ну и затягивать тоже нельзя. Ну я считаю, где-то 25 уже предел. До 25 надо создать семью. Ну и где-то годика через два обязательно иметь ребеночка. Обязательно. Это укрепляет семью. Я считаю так. А скажите, а свадьба, она какая должна быть? Пышная или для двоих? Да вы знаете, я считаю, что молодежь сами должны выбрать, как они хотят этот праздник отпраздновать. Как им нравится, пусть так и поступают. Я полагаю, что мужчины где-то к 30, а женщины где-то 27. А детей когда нужно заводить? После 30. Надо думать, когда ты встречаешь своего человека, в таком и надо заводить. И не думать, что будет дальше, я считаю. Потому что любовь есть любовь, но самое главное в любви, что у нас с вами, это смирение и терпение друг к другу. Чтобы мы друг друга не просто погуляли на свадьбе, отгуляли, поздравили, выпили, закусили, а чтобы мы потом сохранили в семье, это самое главное. Потому что очень много разводов сейчас. Потому что нет воспитания изначального от родителей для нового поколения. Мне кажется, годам 30, как это принято в Европе, в Америке. А детей когда нужно заводить? Наверное, в этом же возрасте нужных. А как вы считаете, какую свадьбу надо играть? Молодым, пышную или для двоих только? Вы знаете, мне кажется, пышной свадьбой ни к чему. Я вот не сторонник этого. В возрасте 23-24. И детей тоже в этом же возрасте, да? Ну, пределы до 29. В настоящее время, в 30 лет, денег нет, ничего нет. Детей содержать не могу, квартиры не пришли. И все. Квартиры не дают. Ждут, когда умрут, штреки. Оптимальный возраст – это от 23-х и более. А как вы считаете, в каком возрасте нужно заводить детей и сколько их должно быть? Ну, мне кажется, это личный вопрос каждого человека. Сколько ему необходимо для того, чтобы почувствовать себя счастливым? Кому-то достаточно одного ребенка, чтобы отдать себя, а кому-то не хватит от десятерых. Я считаю, мужчине не позднее 32-х, а женщине, девушке – ну, 23-24. А как вы считаете, когда нужно заводить детей и сколько их должно быть? Детей надо заводить, как только они получатся. А количество их должно быть столько, сколько получится. 27. А как вы считаете, сейчас стоит вообще жениться или нет? Или можно в гражданском браке жить? Ну, в принципе, как и в гражданском, как и в принципе законном можно жить. Разница только в том, в разделе имущества. В принципе, разницы другой нет. Зачем нужен этот штамп в паспорте, да? Чему он, в принципе, обязывает? Если люди уверены друг в друге, бумажка подтверждения не нужна. Лет в 25. А как вы считаете, штамп в паспорте в наше время что-то решает или нет? Ну, особо нет. Ну, нужно выходить замуж, то есть жениться или нет? Ну, вообще, наверное, нужно. Так будет более правильно. А детей во сколько нужно заводить? Ну, так же примерно в этом возрасте, когда уже окрепли, заимели хорошую работу. Когда есть на что детей растить, так скажем. Потому что сейчас это очень недешево. В преддверии нового учебного года в стране начались дорожные акции. С 20 августа и до 15 сентября проходит третий этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Его главные цели – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и снижение уровня смертности среди несовершеннолетних участников дорожного движения. Операция «Школьный автобус» должна обеспечить безопасность перевозок детей. Обеспечение безопасных перевозок детей – одна из приоритетных задач Государственной инспекции безопасности дорожного движения, чьи сотрудники в преддверии нового учебного года проверили техническое состояние школьных автобусов, на которых дети пригородных населенных пунктов доставляются в учебные заведения. Подлежит проверке кнопка для экстренного открывания дверей. В случае экстренного открывания дверей необходимо нажать на кнопку. При исправных позициях она должна сработать и открыться. В данном случае все исправно, дверь открылась, одновременно выезжает ступенька для удобства входа в автобус школьников. В салоне школьного автобуса дорожные полицейские проверяют состояние и исправность пассажирских кресел и ремней безопасности, заправку и давление в имеющихся огнетушителях. При включенной задней передаче у специализированного транспортного средства должны загораться белые фонари и раздаваться звуковой сигнал. Проверки также подлежат шины, колеса на предмет остаточного износа, а также на наличие боковых порезов и прочего. В данном случае все хорошо, боковые порезы отсутствуют, болты, которые заводом-изготовителем предусмотрены, все в наличии. Помимо самих автобусов проверяются и водители. На предмет стажа работы с категорией D. Привлечение к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством, а также по срокам прохождения техосмотра автобусами. Автобусы к 1 сентября, то есть к довозу наших детей из близлежащих сел готовы. Конечно, имеются большие трудности по подготовке автобуса. В этом году новые правила введены, цветовые маячки. Но мы постарались и к 1 сентября, в принципе, все сделаем. По результатам обследования все автобусы, перевозящие детей в школы, соответствуют требованиям ГОСТ. А с водителями сотрудники ГИБДД провели инструктаж, в ходе которого обратили внимание на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и напомнили, что на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей. Алексей Матюнин, репортер 73. Полицейские проверяют школьные маршруты, а пассажиры городского общественного транспорта ищут виноватых в своих неудобствах. Остановочные павильоны появляются с завидным постоянством. Дороги ремонтируют и расширяют. Только порядка в сфере пассажирских перевозок это не прибавляет. Где обещанное обновление транспортной схемы, которая так необходима Ульяновску? Нас тоже не может это в какой-то мере даже не раздражать, что этот процесс несколько затянут. Мы ждем, не дождемся, когда же нам будет представлена эта транспортная схема в полном объеме. Понятно, что, наверное, на всех не угодишь. Есть категория перевозчиков. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится, потому что идет математический расчет, изучается пассажиропоток, и эксперты говорят, что мы не видим работоспособную транспортную схему, та, которая сегодня есть. Сложившиеся устои всегда тяжело меняются. Поэтому это идет, на мой взгляд, поэтому, наверное, и идет это не так быстро. Но, тем не менее, мы понимаем, что в сентябре месяце мы готовы, вернее, не готовы, а должны будем уже ее заслушать на общественности. Мы не собираемся закрываться с закрытыми дверьми и обсуждать, колдовать над ней. На мой взгляд, это должно происходить абсолютно публично, для того, чтобы и общественность, есть общественный совет в городе по транспорту, который следит за этой работой и уже пообсуждать. В любом случае, я уверен, что золотая середина должна быть. И так, как сейчас оставлять точно нельзя, и, может быть, придется не все принимать, что сделают московские эксперты, но золотая середина в любом случае будет найдена. Ярмарки. Осенний сезон вплоть до 30 августа. Особенность этого этапа – ассортимент для школьников. Цены, по традиции, ниже рыночных. Сельскохозяйственные ярмарки пользуются спросом населения. Только за весну 2018-го их посетило около 90 тысяч человек. 25 августа торговля развернулась в Сенгилее. Безусловно, эти ярмарки нам позволяют, в первую очередь, горожанам и сельчанам, купить качественные продукты питания по значительно низким ценам, а мы рекомендуем цены ниже, чем в магазинах на 15-20%. Не только торговля, но и праздник. На сцене творческие коллективы и исполнители. Музыковых исполнений известное, почти народное, как и сами ярмарки. Где же ты, моя любимая, возвратись скорей, голосовой своею нежной, сердцем не согрей. Но только профессиональные артисты для посетителей ярмарки подготовили программу. Под музыку общение с покупателями налаживают и сами товары производители. Николай Федорович Андреев продукцию своего подсобного хозяйства из мордовской бегтяшки на ярмарке представляет в первый раз. Хозяйство большое, надолго не отлучишься, приходится заниматься. Выбрался в Сенгилее, встретил друзей, поделился хорошим настроением. В свое время ездил в Самарскую большую область, сына другие, ну, переселился сюда. Мы на каждой ярмарке участвуем, в Ульянске, все сельхозьярмарки мы посещаем. В основном, для нас это удобно, это хорошо, что проводят эти ярмарки, очень удобно. Сельскохозяйственные ярмарки – действительно хорошая возможность для местных производителей реализовать продукцию своих хозяйств. Курс на импортозамещение. Сельское хозяйство региона получило дополнительный импульс, а жители раз от раза приходят за полюбившимися продуктами к уже знакомым и зарекомендовавшим себя продавцам. Скажите, пожалуйста, что вы купили? Я булочку вон купил, к чаю. Почему сегодня пришли? Как же мне надо? Купить мясо, продукты все. А почему тебе? Отличные. Мы купили яички, мы купили колбаски, мы купили масло сливочное. В общем, ярмарка очень-очень хорошая. Примерно полсотни машин и самый разнообразный ассортимент. От овощей и картофеля до живой рыбы. В этом году осенний ярмарочный сезон стартовал раньше. Обязательные условия каждой торговой площадки – наличие прилавков с товарами для школьников. Гомашний нашел. Не хватит. Не хватит. Масло. Холодное выложено. Саня. Осенний сезон на низком старте. Всего запланировано 41 мероприятие. Из них 14 пройдут в областном центре. Вслед за первым урожаем в продаже появится сахар. Разнообразятся мясные и рыбные прилавки. Весенний сезон задал высокую планку товаров продали на 59 миллионов рублей. От второго ярмарочного полугодия ожидают не менее успешных показателей. Вера Мещерякова, Константин Никитин. Репортер 73. Телеканал «Репортер 73» продолжает конкурс «Мое удачное лето». Победители очередной недели известны, и один из них в нашей студии. Встречайте, Екатерина Рожнова. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. С таким хэштегом отправляли фото. Да, именно с хэштегом «Репортер 73». Рассказывайте, что там, почему именно такая идея вам пришла в голову? Мне понравилось, как цветут сейчас подсолнухи, а поле находится рядом. И я подумала, есть камера, есть поле. Почему бы не сделать фотографию и поучаствовать в этом прекрасном конкурсе? Отличное фото получилось, и отлично поздравляем вас с победой в нашем конкурсе. Дарим вам сертификат в Центр детского развития «Тип-топ». Дети есть? Будут. Будут, обязательно будут. И этот приз тоже для вас. Хэштег «Мне». И еще один победитель конкурса «Мое удачное лето» в нашей студии. Признакомьтесь, это Евгения Сиза. Евгения, что за фотографии вы нам прислали? С каким хэштегом? Ну и расскажите немножко. У меня была фотография с тыквами, с хэштегом «Репортер 73». Участвуйте в конкурсе, это очень просто. Спасибо, Евгения. Ждем вас на финальном розыгрыше. Посмотрим, может быть, удача улыбнется вам снова. Я надеюсь. Репортер 73 объявляет «Удачное лето». Работа или релакс на даче будут еще приятнее с призами нашего фотоконкурса. Фотографируй себя и близких, любимых и друзей, урожай и другие плоды своих трудов. Выкладывай в социальные сети с хэштегом «Репортер 73». И, возможно, именно тебе достанутся приятные подарки от наших спонсоров. Каждую неделю именно ты можешь почувствовать скорость на трассе Ульяновского карт-холла, взмыть воздух в батутном центре вверх или всей семьей отправиться в увлекательное путешествие в детский центр развития и фитнеса «Тип-топ». И это еще не все. Лучшие фото яркого лета будут удостоены призов генеральных партнеров. Подарочный сертификат на посадочный материал от питомника растений «Дизайн Флора», телевизор от сети магазинов «Светофор» и садовые качели от строительного гипермаркета «Сарай». До 9 сентября продли свое удачное лето. Лето, отпуск и веселье! Вся семья здесь отдохнет каждый день, как в воскресенье. Если едем мы в Ульянов! И в завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортера-73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304173. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин